Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии пятницы, заключительном торговом дне этой недели. Впереди выходные и, пожалуй, я начну этот брифинг с традиционного напутствия того, что их нужно провести хорошо. Важно, чтобы в понедельник вы вернулись на площадки к брифингу, к вебинару «Правильный понедельник» с хорошим настроением. Как мы неделю начнем, друзья, так в целом ее и проведем. Ну а теперь давайте к нашим традиционным торговым идеям. Мы продолжаем следить за новостным фоном, за тем, что происходит с активами. Хорошо, что есть что обсуждать по фундаменту и новостям. То, что поддерживает волатильность, тоже большое спасибо. И снова действия США, в частности, Трампа, Пентагона, потенциальный импичмент, Брекзит, о котором мы говорим, проблемы валютного блока со статистикой, о статистике Штатах также очень много. Уже было сказано и, наверное, еще будет сказано, потому что мы, как и все, хотим успешнее отрабатывать перспективы изменения монетарной политики. Поэтому ждем новых вводных по тому, как будет меняться позиция Федрезерва. Ну, самое главное в этот момент, с учетом такого новостного окружения, держать руку на пульсе, друзья, и действительно следить за тем, что происходит. Я беру на себя обязательства делиться с вами всем самым интересным. Ну, собственно, поэтому, друзья, вы, наверное, и смотрите брифинги, потому что они помогают оставаться в курсе основных событий и новостей. Давайте посмотрим на то, что происходит с нефтянкой. На текущий момент бренд торгуется на отметке 61.15. Вчера мы видели, что быки предпринимали попытку закрепиться выше 62 долларов за баррель. Лично меня такая динамика вдохновила, потому что я, стараясь найти причины подобного роста, снова уперся в заголовки средств массовой информации, связанные с ближневосточной темой. И еще раз принял для себя позицию того, что Ближний Восток действительно оказывает серьезное воздействие сейчас на весь энергетический сектор. В частности, снижение нефти, которое мы наблюдали ранее, было связано с выходом данных по запасам нефти в США. Также в Штатах был зафиксирован прежний рекордный показатель по производству 12,5 миллионов баррелей в сутки. И, разумеется, это вернуло на рынок опасения значительного предложения, избыточного предложения. Ну и сам факт того, что запасы сейчас немножечко превосходят среднее значение за последние пять лет, я думаю, что эти опасения, безусловно, оправданы. Вчера на рынке появилась информация о том, что Пентагон разместил небольшую часть военного контингента и вооружения в Саудовской Аравии. Это в рамках кампании союзнической поддержки, учитывая то, что Саудовская Аравия продолжает искать возмездие за те атаки, которые имели место быть на нефтяную инфраструктуру Саудии. А рамка Иране, фактически уже две недели назад, привели к сокращению вдвое объемов нефтедобычи. Сейчас уже, по заверениям Саудовской Аравии, производство нефти фактически восстановлено к тому уровню, который был до этого теракта. Ну, к сожалению, информацию эту мы проверить, друзья, никак не можем, но я напоминаю вам, что Саудовская Аравия, она реально сохраняет сейчас за собой статус главного рыночного катализатора. И стоит только немного измениться риторике по тому, насколько успешно сейчас ликвидируются последствия, как рынок тут же в моменте отреагирует. Ну и потом, если вернуться к активности США, не доказывает ли это факт того, что из-за возможной военной кампании Саудовской Аравии в Йемене, из-за до сих пор непонятных действий в отношении Тегерана, есть еще риск того, что эти инциденты могут повториться. Я думаю, что они точно повторятся. Котировки соответствующим образом на это отреагируют, поэтому я, друзья, можете считать, что это несколько опрометчиво ориентироваться на длинные позиции, когда позиционный рынок снижается. Но я уверен, что Ближний Восток станет еще такой настоящей фундаментальной бомбой и сможет оттолкнуть котировки выше. Доллар-иена 107.65 особой ситуации не изменилась. При этом вчера у нас был насыщенный фон по статистике. Темп экономического роста США во втором квартале 2% совпало с оценкой прошлого периода и с прогнозами. Индекс расходов наличного потребления здесь вообще даже прогресс с 1.7 до 1.9%. Это все статистика за второй квартал. Я ее предлагаю несколько опустить и обратить ваше внимание на очевидный дефицит ликвидности, который фиксируется многими наблюдателями, скажем так, инвестор-банками и вообще звеньями финансовой системы. И на основании этого дефицита ликвидности я допускаю, друзья, то, что уже совсем скоро, может быть даже в октябре, Федрезерва также примет решение о запуске, точнее даже перезапуске программы количественного смягчения на 10 миллиардов евро в месяц, точнее долларов в месяц. Разумеется, это будет еще одним доказательством того, что агрессивные стимулы монетарной политики характерны не только для Европейского центрального банка, но и, получается, для Федрезерва, то есть для экономики США. Для доллара, безусловно, это фактор снижения, который может и дальше топить позиции доллара и иены. Австралийц против доллара, друзья, я обращаю ваше внимание, что на следующей неделе Резервный банк Австралии проведет заседание и примет с вероятностью 100% решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов. Поэтому можно открывать короткие позиции, я думаю, что австралийц очень неплохо просядет. Помимо сделки по австралийцам непосредственно против доллара, предлагаю сделку также по евро-ауди. Здесь, разумеется, нужно рассматривать покупки, тем более, что евро тестирует многолетние минимумы, и я допускаю, что есть возможность технического отскока, который вкупе еще с слабостью австралийца может создать очень хорошие условия для роста пары евро-ауди, вплоть до отметки 1.63. По евро против доллара 1.09.21 сейчас котировки. Безусловно, если вы относитесь к категории среднедолгосрочных инвесторов, нужно держать короткие позиции. Евро не просто так уже который раз обхаживает уровень 1.09.20. Мы тестировали даже практически уровень 1.09 сегодня, то есть оказались на минимумах с 2017 года. Думаю, что этот уровень также в ближайшее время продавит, и, соответственно, мы будем ориентироваться уже на мощную психологическую поддержку на отметке 1.05. Учитывая то, что дальше на следующих заседаниях ЭЦБ мы, скорее всего, столкнемся с еще новыми стимулами в виде снижения процентной ставки и увеличения объема программы количественного смягчения, у евро сейчас нет шансов вырасти. И фунт против доллара, друзья, 1.23.27. Вы наверняка заметили то, что фунт накануне был под давлением. Я сейчас даже предлагаю сделку присоединиться к этому дальнейшему снижению через отложку селл-стоп с уровня 1.23. Джонсон обрушился с критикой на вернувшись к работе парламента и еще раз донес позицию того, что он не просто так взял на себя обязательство вывести страну из состава ЕС 31 октября. Безусловно, он попросит в соответствии с тем законом, который есть, об отсрочке. Но учитывая то, что Англия до сих пор не предложила альтернативы букстопу, друзья, не забывайте, что не факт, что Европейский Союз согласится на эту отсрочку. Я думаю, что вероятность того, что они также решат все-таки завершить этот процесс на текущих условиях, весьма высока. Поэтому рост политической неопределенности будет и дальше оказывать давление на фунт. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.